МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сахара – крупнейшая жаркая песчаная пустыня на земле. По площади, превышающая размеры такого государства, как Бразилия, расположена на севере африканского континента. Здесь, куда ни глянь, везде пески. Бескрайние песчаные барханы, каменистые плато, обширные соляные поля. И все это подбежалось напалящим африканским солнцем. Но так было не всегда. Более 100 миллионов лет назад в Сахаре кипела жизнь. И если же представить, что путешествие во время невозможно, то, оказавшись в пустыне Сахара 100 миллионов лет назад, вы бы прожили совсем недолго. Новые археологические открытия говорят об огромном количестве хищников, в числе которых и самые свирепые динозавры обитали в этих краях. Тогда, 100 миллионов лет назад, из-за огромного количества хищников, Сахара была самым опасным местом на Земле. По крайней мере, так считает группа международных исследователей, опубликовавших в журнале «Зоокейс» анализ окаменелых останков животных. Около 100 миллионов лет назад весь этот регион представлял собой обширную речную экосистему с бесчисленным количеством водных и наземных обитателей, включая три вида самых крупных и свирепых динозавров всех времен. В области под названием Кемкем, что на юго-востоке Марокко, были обнаружены окаменелые останки саблезубого кархародонтозавра, более 8 метров в длину, с огромными челюстями и зубами до 20 сантиметров. Кроме этого, в Сахаре проживали различные виды летающих рептилий, птерозавров и крокодилоподобных хищников. По словам археологов, это было самое опасное место на Земле за всю ее историю. Место, где путешественник во времени не смог бы продержаться более суток. По мнению исследователей, многие хищники, обитавшие в этом регионе, зависели от обильных запасов рыбы. Здесь обитали гигантские целлоканты, которые были в пять раз больше современных целлокантообразных, например, латимерий. Здесь же обитала еще и огромная пресноводная акула, анхопристис, с огромными зубами, которые были чем-то похожи на острые кинжалы. Но это открытие может оказаться всего лишь вершиной айсберга, так как мы просто еще ничего не знаем о суперхищниках, населявших этот регион во времена Милового периода. Знания о Сахаре человечество накапливало очень медленно. И это довольно странно, ведь вокруг Сахары расположены государства с древними цивилизациями. Египет, Ливия, Марокко, Судан. На пике своего могущества в этих странах, и особенно в Египте, как супердержаве древнего мира, было немало мыслителей, звездочетов, зодчих, инженеров. Совершались и военные походы. Так, например, древнегреческий историк Геродот писал о том, как персидский царь Камбис II, сын Кира Великого, отправил 50-тысячную армию, дабы разрушить оракул ОМОНа в Азисе Сива. 50 тысяч персидских воинов вступили в западную пустыню со стороны Египта около города Луксор, а примерно на половине пути армию настигла и уничтожила песчаная буря. Геродот пишет, что, мол, сослов очевидцев тех событий, которые утверждали, что до Азиса Сива армия не дошла и обратно не вернулась. Приблизительно на полпути до ОМОНа утром во время завтрака с юга поднялась страшная песчаная буря и погребла войско Камбиса под кучами песка. Так погибло персидское войско, писал Геродот. В наше время ученые впервые заговорили о связи произведений искусства с палеографией. Это произошло после открытия знаменитых петроглифов в Таселина Джер, что в Алжире. Сам факт существования наскальных рисунков в пустыне свидетельствует о том, что природные условия Сахары прежде были другими. Наскальная живопись – это настоящий кладезь информации, которая дает представление о далеком прошлом Сахары. По этим изображениям можно проследить, как менялся климат и животный мир в Великой пустыне. После исследований ученых, Сахара предстала обширной, некогда зеленой равниной, кормившей жирафов, буйволов, слонов, страусов и антилоп. Некогда Сахара обладала пышной флорой и фауной, но утратила их. И утрата эта произошла задолго до того, как появились первые исторические свидетельства об этом. Еще три тысячелетия назад она была менее сушеной, чем сейчас, но изменение климата, засуха, усиление жары вынудили многих животных уйти на юг, в саванну, где они обитают и по сей день. А Великая Сахара превратилась в гиблое место, куда лучше не соваться. Долгое время казалось, что Сахара необитаема, но караваны бороздили ее просторы, перевозя на верблюдах благовония, финики, соль и другие ценные товары. Как правило, караван состоит из 300-400 верблюдов, но иногда количество кораблей пустыни может доходить до тысячи. Вода в пустыне ценится дороже золота, так как отсутствие H2O оборачивается неминуемой гибелью. Так, например, в 1805 году между Тимбукту и Тандени погиб огромный караван. Тогда в смертельных жарких объятиях пустыни остались 2000 человек и 1800 верблюдов. Но климатологи заявляют, что через столетия Сахара может снова стать зеленой. В результате резкого повышения уровня осадков, связанного с глобальным потеплением, окраины и значительная часть засушливых регионов Сахары в ближайшие 100 лет могут позеленеть и превратиться в саванну. Климатологи заявляют, что глобальное потепление может вызвать радикальные изменения климата. В некоторых регионах мира оно вызовет засухи. Но по краинам саванны оно наоборот улучшит ситуацию с доступом к воде и сделает пригодными для животноводства и сельского хозяйства. Мы пока точно не знаем, как именно будут происходить изменения климата, но они уже начались, и глобальное потепление не остановить. С другой стороны, представьте себе зеленую Сахару, в которой климатические изменения произойдут совсем скоро, говорят климатологи. Что же, дорогие друзья, как известно, у природы нет плохой погоды, а посему будем надеяться на лучшее. Возможно, в скором времени Сахара окончательно раскроет тайны, которые она тысячелетиями скрывала под своими песками. Нам же только остается ждать новых открытий. А на сегодня у нас все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если видео понравилось, то поделитесь с друзьями. Кто не подписался на наш канал, подписывайтесь, ведь у нас будет еще интересней. Да, и еще. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о наших новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok